Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В общественной палате Карачаево-Черкесии прошел круглый стол на тему вакцинации и диспансеризации населения республики как самый важный фактор снижения заболеваемости вирусной инфекцией COVID-19. В мероприятии приняли участие видны общественные деятели, представители Минздрава, Роспотребнадзора и Мурат Женкезов. В Карачаево-Черкесии ситуация с коронавирусной инфекцией не критична, но необходимо провести меры профилактики и предотвращение распространения инфекции. И в первую очередь речь идет о вакцинации. В рамках нашего круглого стола проанализируем работу, которая уже была проведена по вопросу вакцинации. Может быть кто-то выскажет какие-то предложения для дальнейшей какой-то стратегии именно по вакцинации среди населения. Кто-то уже какую-то общественную организацию проделывали огромную работу, лидеры общественного мнения призывая людей вакцинироваться. С вашей стороны может есть какие-то предложения, что-то может быть мы проработаем среди своих интернет-ресурсов с призывом к вакцинации. Были подняты вопросы касательно тактики организации информационно-разъяснительной работы среди населения. Просветительская работа, которая должна у нас происходить, мы понимаем очень на низком уровне. Потому что встречаясь с общественностью, мы видим, что такое впечатление, что мы живем не в 21 веке, а немножко ушли в 19 веке, когда мы ходили, я имею в виду в 19 веке, к бабушкам-знахаркам и получали информацию от них. Так поэтому у нас в сети интернет сейчас кто только не высказывается на эту тему. И очень часто люди, которые к медицине вообще никакого отношения не имеют. В целом позиции участников однозначно. Необходимо провести вакцинацию на должном уровне и в приоритете безусловное соблюдение рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. До того, как вакцинироваться, я переболел месяцев 10 назад. Ну и вся семья переболела. И до того, как вакцинироваться, ну, каждые два месяца вот это антитела и так далее. Вот лично я сам себе вот лежу, допустим, вечером, делать, не делать, делать, не делать, делать, не делать, нервы играют. А вот месяц назад количество антител тоже начало понижаться. Я с врачами посоветовался и сделал себе эту вакцинацию. Уж то, что. По крайней мере, вот эти нервные стрессы прошли сразу. Карачаево-Черкесия входит в первую десятку российских регионов, где выполнение ПЦР-тестов находится на очень высоком уровне. Если в среднем по стране требуемый уровень 200 тестов на 100 тысяч населения, то в республике делают их в два раза больше. Однако, несмотря на предпринимаемые комплексные меры, мы еще не достигли стабильных показателей коллективного иммунитета. Если в среднем по России уже 60 уровень достигнут, мы еще 54 только достигли. От нашего плана, наш план 288 тысяч 209 человек, мы сделали на сегодняшнее утро 158 тысяч 116. И мы не можем достигнуть коллективного иммунитета, чтобы приостановить распространение новой коронавирусной инфекции. Итогом обсуждения стало решение о более тесном взаимодействии государственных органов, организации общественников и активных граждан в вопросах информирования людей о вакцинации. Мурат Шантьёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 31 184 человека. Из них 27 062 выздоровели, 497 человек госпитализированы. Сегодня секретарь Республиканского отделения партии «Единая Россия» Александр Иванов и министр физической культуры и спорта Рашид Узденов подписали соглашение о совместной реализации в республике проекта «Мы – команда ГТО». В начале Александр Игоревич вручил главе Ужигутинского района Мурату Лайпанову благодарственное письмо за личный вклад в организацию и проведение мероприятий партии. Предложение запустить проект «Мы – команда ГТО» прозвучало во время приема граждан председателем Народного собрания Александром Ивановым от руководителя регионального штаба Молодой гвардии Нурсияд Байрамуковой. Это социальный проект, который направлен на стимулирование граждан, успешно выполнивших нормативы испытаний физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», а также популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения. Так, обладатели «Золотой ГТО» получат пластиковую карту клуба, которая будет давать право на получение индивидуальных скидок при покупке абонементов на объектах спорта. «Вы знаете, как внимательно сегодня партия «Единая Россия» относится к спорту, к развитию спорта. Мы, конечно же, беспокоимся, что будет делать наше молодое поколение, как они будут проводить досуг, кем они станут в будущем. Поэтому у нас сегодня с Министерством спорта очень тесное взаимодействие». «У нас с партией «Единая Россия» сложились внешние дружеские и партнерские отношения в рамках реализации программы партийного проекта «Детский спорт». Совместно с Министерством спорта реализовано большое количество проектов относительно спортивной инфраструктуры, относительно проведения мероприятий. Огромная благодарность». Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1 плюс 4, а днём 5-10 выше нуля и местами до плюс 15. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1 плюс 1, а днём 8-10 градусов тепла. Девчонки, шубы из норьки в рассрочку без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск только с 17 по 20 декабря. Центр развития предпринимательства. Улица Горького, 8. И по секрету, меховой жилет в подарок. Три причины купить шубу в вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ «Панорама». Продолжаем выпуск. В КЧГУ имени Умара Лива при поддержке министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Крачаево-Черкесии прошла регионально-научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа», посвященная 130-летию со дня рождения. Классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Аликан Лепшоков подробнее. Сегодня каждый из нас должен носить свою лепту в сохранение родных языков, что напрямую связано с будущим каждого народа. Открывая пленарную часть конференции, ректор КЧГУ имени Умара Лива Таусултан Узьянов отметил, что такие научные формы позволяют найти пути в решение проблем изучения родного языка, и это, возможно, позволит улучшить качество его преподавания в образовательных учреждениях. «Проблемы, сегодня заявленные в нашей конференции, они являются очень важными и значимыми. Сегодня только ленивый и равнодушный не ставит вопросы, куда мы идем. Регресс или прогресс нашей культуры. Сегодняшняя наша культура, национальная культура, карачаевская культура, вместе с культурой других народов Карачаев, Черкесии, Северного Кавказа, переживают глубочайший кризис или же, наоборот, возрождение. Поверьте, есть аргументы и туда, и до обратной точки зрения». «Наша задача – поддерживать подобные научные конференции. И сегодня особо значимо, что в нем принимает участие вся общественность республики», отметил министр по делам национальности, массовым коммуникациям печати Карачаева-Черкесии Альберт Кумуков. Он также рассказал о работе по созданию книги «Сказки народов Карачаева-Черкесии». На пяти субъектообразующих языках республики. «В первую очередь я хотел бы поблагодарить Карачаево-Черкесский госуниверситет за то, что откликнулись для проведения нашей конференции. Ведь проблема изучения языков, она актуальна для всех народов Карачаева-Черкесии. И мы непонаслышке знаем, что именно Карачаево-Черкесский госуниверситет в лице Таусултана Бекировича делает все возможное для сохранения языков наших народов». Важно отметить, что данная конференция посвящена 130-летию со дня рождения известного классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Джеркес Самаил, как его называют в народе, навсегда вошел в историю литературы как мастер поэтического слова и народным певцом, песни которого продолжают исполнять и сегодня. «Любовь к восточной поэзии Исмаилу наследовала от отца, кратной словесности от матери. Его учителями были родители. Мать поэта Джулдусхан Беджиева была сказительницей. Она порой разговаривала стихами собственного сочнения. Отец Унух знал арабский язык». Собравшись, отмечали уникальность творчества Исмаила Унуховича Семенова. Его произведения богаты своей национальной самобытностью, но также особо важно выделить духовное составляющее его стихотворения. «И даже можем сказать, что он был богословом. Хоть он и скрывал это все, но он в своих стихах, когда есть один стих, я его прочитал, обращение к Аллаху, какими словами он обращается к Аллаху, человек указывает на его уровень понимания ислама и уровень сознания. Человек глубоко был верующим человеком». Также отметил важность изучения родного языка и мэр Карачаевский Альберт Доттаев. В свою очередь пожелал успехов в работе в конференции и заместитель председателя общественной организации «Карача-Ланхалк» Сулейман Баташев. После чего победителям республиканского конкурса чтецов стихотворений Исмаила Семенова, который прошел на базе КЧГУ, вручили сертификаты. Также ребята прочитали стихи народного поэта. А еще для всех участников конференции была организована выставка декоративно-прикладного искусства и книг с произведениями Исмаила Семенова. Алина Халебшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Черкесске выековечили память сотрудников ДОСААВ Галима Кантемирова и Михаила Дылевского. Два класса ДОСААВ, в которых обучают военно-учетным специальностям, будут носить имена этих уважаемых земляков. Ветеран Великой Отечественной войны Галим Кантемиров стоял у истоков создания ДОСААВ республики и руководил школой в Черкесске на протяжении 20 лет. Михаил Дылевский был преподавателем, воспитавшим несколько поколений достойных граждан. В торжественной обстановке каждому из класса была прикреплена мемориальная табличка. Одна из легендарных личностей – это Галим Умарович. Это человек, который стоял у истоков создания ДОСАА в республике. Он возглавлял эту школу. Дело в том, что то, что он, наработки его, в данный момент мы этим до сих пор пользуемся. Это легендарный человек у нас, полковник, военный, прошел войну, награжден очень много медалями, наградами. Михаил Александрович Дылевский – это для меня, с детства я его знал, для меня это эталон мужчины. Мужчины, который в спорте немало добился, он сам был мастер спорта международного класса по матоделам. Но помимо этого он был действительно образец мужчины, в большом смысле этого слова. Я благодарен тому, что у меня в жизни был такой человек, на которого я до сих пор ровняю. В Черкесске продолжает свою работу рыбная ярмарка. Все самое лучшее рыбаки Камчатки привезли в наш регион. Оценила качество и Светлана Шаганова. Зимой организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. А купить настоящую, вкусную и ароматную можно на ярмарке. Рыбаки Камчатки привезли огромный ассортимент свежей рыбки. И вот она на прилавке во всей своей красе – царица лососевых – чавыча. Самая красивая и самая вкусная – это чавыча царицы лососевых. Также есть кижуч на сегодняшний день, есть кита, есть горбуша, есть палтус. Палтус считается самая жирная рыба, но она самая полезная и самая диетическая, потому что она хорошо усваивается у нас в организме. Есть белорыбица – это северная рыба. Она тоже очень вкусная и тоже полезная. Одна из самых деликатесных рыб – палтус. Его особо ценят любители вкусной и полезной еды. Посмотрите, какой у нас палтус на сегодняшний день. Просто шикарнейший палтус. Постоянный гость на наших столах – сельдь. Она является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, фосфор, калий. Самые ценные источники омега-3 – это жирные сорта рыбы. И поэтому рыбка на ярмарке – то, что надо. Ну и, конечно, красная королева – икра. Можно продегустировать и выбрать по вкусу. Принято считать, что у самой вкусной икры должны быть самые большие икринки. И вот они перед вами. Кстати, укрепляет иммунитет. Большой выбор консервов, кальмары, мидии – все к вашему новогоднему столу. Ярмарка рыбной продукции будет работать до конца недели в Центре развития предпринимателя на Горького-8.